Чтобы питание распределялось по разным точкам, возьмём плюс и минус и подключим их вот сюда. Если чему-то ещё потребуется 5 вольт рабочей мощности, можно будет подключить это сюда. Потому что, когда плюс подключается сюда, а минус сюда, он питает все эти маленькие контакты. Чем эта плата примечательна, и я об этом рассказывал, говоря про макетные платы, она примечательна тем, что, когда запитана одна ячейка, питание идёт на целый ряд, но только на этот, а не на другой. Вот эти ряды, эти зажимы проводят питание. Посмотрите. Сейчас мы обрежем часть макетной платы, отрежем часть от распределителя. Обрежем его вот здесь, чтобы он поместился перед Ардуино, и прикрепился вот сюда. Когда будете резать, постарайтесь придерживать его снизу, потому что внутри металлические клипсы, и когда вы надавите на них ножовкой, они могут выскочить. А нам нужно прорезать всё насквозь. Теперь придётся это отшлифовать. Немного очистим срез стандартным напильником, и теперь у нас всё готово. У нас есть три секции, их будет достаточно для распределения питания. Посмотрим, подходит ли. Важно разумно распределить пространство. После того, как обрезана часть макетной платы, нужно снять с липкой стороны защитную плёнку и приклеить её на место. Нужно ещё раз проверить, нормально ли потом поместится Ардуино. Давайте поставим это на место. Вот сюда. Нужно ещё раз убедиться, что пространства будет достаточно, прежде чем мы прижмём плату и закрепим Ардуино. Придётся чуть-чуть подвинуть, чтобы всё стало как следует. Вот так. Ну что же, у нас есть распределитель питания на 5 вольт. Вот отсюда пойдёт 5 вольт. Нужно хорошо подумать над разводкой проводов. Давайте проведём их под вот этими проводами здесь, чтобы питание проходило там, где нам нужно. Вот так, и я их обрезал, а сейчас возьму клещи для удаления изоляции и сниму примерно 5-6 миллиметров изоляции. Хорошо. Теперь подключим провод на место, чтобы он был запитан. Пропихнём его на место с помощью нашей отвертки. Прекрасно. Теперь то же самое сделаем с плюсовым проводом. Отлично. Ну, похоже, всё верно. Да. Всё хорошо. Посмотрим, ничего не повреждено. Похоже, что нет. Теперь провода для питания нашей камеры можно будет подключить вот таким вот образом. Одну секунду. Тогда у камеры, когда мы дадим команду «Её включить», уже будет питание. И это питание будет идти на камеру так же, как шло бы от батареек. Провода гораздо длиннее, чем нужно, но это терпимо, хоть и неудобно. Лучше больше, чем меньше, как говорится. Давайте здесь отрежем. Вот так. И подсоединяем. Хорошо. Это плюсовой провод от батарейки. Сейчас мы попробуем провести его снизу, просто чтобы он не мешал нам. Похоже, это самый эффективный способ провести его обратно. Как будто продеваешь нитку в иголку. Отлично. Теперь к нашей камере идёт 5 вольт. Камера снабжена питанием. И когда она включается, она получает доступ к питанию.